Добрый вечер, уважаемые зрители. Хочу вас ознакомить с ситуацией на Российско-Украинском фронте. Ситуация такая, что очень благоприятная для ВСУ и очень неприятная для армии России. Чем дальше будет это противостояние, ну вот сейчас практически вот такая карта, такая простейшая, все стало колом армии России, продвижения никого нету вперед. ВСУ держит жесткую оборону, а армия России уже не имеет средств материальных и моральных, и все потеряно, как бы сказать, пыл, угас, авиация уже не помогает. Эти самые американские присланные оборудования, все эти сбили, все самолеты практически уже, которые летали. Так что воздух уже под контролем, можно сказать, Украины. А в такой позиционной войне, как бы, что сейчас происходит, армия Украины скоро выбьет российских захватчиков со своей территории. Многие западные эксперты предсказывают победы Украины в этой войне, как бы сказать, уже осталось немного. Еще хотя бы месяц вытерпеть и все. Там уже Путин будет, так сказать, с ума, потому что нету снабжения, нету логистики, нету топлива, нету продовольствия. Все страны отказываются помогать России. Эти сирийские наемники отказались ехать воевать в Украину. Страны ДКБ отказались помогать Путину войсками и вооружением. Так что кризисная ситуация. А сами россияне не хотят погибать ни за что. Они, я столько роликов слышал, последнюю информацию, аудиоперехват и все. Они не хотят идти вперед, они окопались и все. Плотность сидят в окопах и их там выгонишь ничем уже. Только если расстрелять спину, вот эти загранотряды их подгоняют. Ситуация очень благоприятная для армии Украины. Ну вот такие новости я буду зачитывать. Ракеты на исходе. Авантюра Российской Федерации кончится тем, что нечем будет защищать ее границы. Представляете, уже все. Все, ракеты, снаряды кончаются. Эмбарго, как сказать, все заблокировано. Щита заблокированы. Нет денег уже покупать. И понимаете, оборудование, там чипы стоят какие-то. Или все Южной Кореи какие-то там оборудование. Входит вот эта начинка. Нечего, нечего. Нечем стрелять. Вот сейчас зачитаю, чтобы не быть голословным. Резервы дорогих российских ракет понемногу заканчиваются. А те, которые еще хотят произвести, не могут из-за санкций. Так. В России действительно много ракет. В том числе крылатые ракеты. Есть калибр, да. Однако они очень дорогие. Одна ракета стоит 5 миллионов. Да. И вот резерв уже закончился, считает Бандальчук. Дальше остается стратегический запас, который россияне не могут использовать. Но главное, что они не смогут пополнить этот запас. Поскольку, например, необходимы для этого производства чипы Тайваня. Им больше не продает. Так же с Искандерами. Запас которых тоже понемногу сходит на нет. У них кончается ракета. Я говорю, все нечем стрелять. Поэтому через некоторое время, некоторое время, политическая авантюра Путина закончится. 20 тысяч километров границ России останутся открытыми для стран, которые имеют к России территориальные претензии. Понимаете? Сейчас такая ситуация, что уже скоро Украина пойдет наступать на Россию и будет захватывать эти территории. И Донбасс, и потом еще Крым, я говорю. Авантюра Путина кончится трагически для России. Многие предсказывают. Ну и вот и НАТО уже считает, что потери России на этой войне с Украиной могут оставить 40 тысяч. Это все считается. И пленных, и раненых, и убитых. Я верю. Знаете, если было 180 тысяч в начале войны, некому воевать. Все. Потери огромные. По последним сводкам там теряется каждый день по тысяче человек. И вот прошел месяц практически уже. Убитых там вообще нереально. Раненых еще в три раза больше. А пленных еще больше. И вот последняя информация. НАТО считает, что потери России на войне с Украиной могут достигать от 30 до 40 тысяч человек. Считает, конечно, не только убитых. По словам представителя НАТО, потери России достигают 15 тысяч живой силы убитых. Но если учитывать не только убитых, и раненых, и пленных, это будет больше 40 тысяч. Да, вот такая информация. Уже да, сами россияне, спутник этот комсомольский признал, что 10 тысяч убитых у них есть. А если умножаете на 3 раненых, это минимум еще. Так и говорю, правильно, вот все так и есть. Но сейчас очень много информации, что российские оккупанты грабят мирных жителей на Украине. Это на Киевщине. И рассказали о бесчинствах оккупантов. Вот эти оккупанты с буквой Z. Рашист убивали людей, даже не позволяли местным забирать их тела. Так, сейчас вот там житель, бровар, он все это рассказал и выложил в телеграм-канал. Это было в городе Шевченковом. Мужчина откровенно описал все, что видел. Оккупанты выгоняли людей из их домов, занимали чужое жилье и постоянно грабили. Российские военные выносили из магазинов продукты и даже одежду. Кроме того, оккупанты могли забирать одежду у прохожих. Мужчина рассказывает, что расисты заставляли людей раздеться вплоть до нижнего белья. Так российские военные оставили несколько жителей без одежды. В таком виде им пришлось идти через весь поселок. Ну и теперь да, они пишут, что у жильцов отбирают еду, сигареты. И даже один искал себе мазь. Что-то видно был ранен или что ему мазь понадобилась. В общем, Шойгу исчез. Все ищут, куда он пропал. Загадочное исчезновение Шойгу. Куда пропал глава Министерства Бронной России. Многие думали, что Путин его снял уже, потому что он не оправдал доверия. Близкрик провалился. Армия России встала колом. Продвижения нет. И последняя информация, что Шойгу вообще его уволили нахрен. Так, журналисты обратили внимание, что Сергей Шойгу исчез из публичного пространства. Последний раз его видели даже 12 дней назад. И оказалось, что последний раз он появлялся в новостях российских агентств 11 марта. Тогда он пообщался с своим турецким коллегой. В тот же день Министерство обороны рассказали о визите Шойгу в центральный военный клинический госпиталь. Именно Мандрыка. Там министр вручал награды российским военным, которые участвовали в боевых действиях в Украине. И вот теперь его искали, искали, и говорит, вроде последняя информация, что у Шойгу проблемы с сердцем. Видно, уже не выдержало сердце, он заболел. И, наверное, его в госпиталь все-таки отвезли. Да, вот последняя информация, у него что-то с сердцем. Так, на исчезновение главы Министерства обороны России первым обратили внимание журналист Медиазон и Дмитрий Трещанин. При этом журналисты и расследователи со ссылкой на людей из окружения Шойгу пишут, что у него проблемы с сердцем. Так, кроме того, сообщается об исчезновении из новостей главы Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. Он тоже после 11 марта не появлялся. Уже была такая информация, что Путин много снял генералов, которые, ну, ближайшее окружение его, не оправдали его доверие. И 8 генералов вообще он уволил нахрен. Вот и информация, что Шойгу может тоже. Или, может, накричал его тут на Шойгу. В общем, его, может, как списал его. Ну, и сердце Шойгу он бы прихватило. А, вот еще информация интересная. Изъятый у криминального авторитета бронированный Геленмаген при штурме Ирпеня с пожить четырем бойцам спецназа. Стоимость такого автомобиля не менее полмиллиона долларов. Он находился под арестом. И, понимаете, там эти ВСУ защитники на нем воевали и спасли жизни. Даже криминальные авторитеты, пусть против своей воли, вносят вклад в дело нашей победы. У криминального авторитета недели в миру Андрея Недзельского в рамках уголовного дела был изъят бронированный Мерседес Геленмаген. Эта машина стоит больше 500 тысяч долларов. И вот, теперь, в соответствии с законом военном положении, эта ценная машина была изъята. И вчера при штурме Ирпеня сохранила жизнь четырем бойцам спецназа. Видите, помогла. Выжили спецназовцы. Видно, попала. Боеприпасы. Они остались, как не погибли. Если бы они были на обычной машине, а не на броневике криминального авторитета, то все бы четверо гарантированно погибли. Вот так вот. Вот, видите, машина эта, Геленмаген, сгорела, но люди остались живы. Потому что, видно, бронированные стекла, бронированный корпус там мощный. И последняя новость. Вот, девушка, девочка погибла. Жалко, в Мариуполе. В Мариуполе погибла 11-летняя гимнастка. В ее дом попал снаряд российских нацистов. Юная украинская гимнастка, 11-летняя Катя Диченко погибла в результате попадания снаряда в жилодом Мариуполе. О смерти девочки сообщил тренер Анастасия Мещаненкова. А также информацию подтвердили Министерство молодежи и спорта Украины. Видите, какая девочка была гимнастка, симпатичная. И снаряд попал, и ее убила. В Мариуполе погибла воспитанница моей одногруппницы, написала Мещаненкова. Это может быть какое-то оправдание. Посмотрите на эту талантливую девочку. Она должна была покорять цены и дарить улыбки миру. В чем виноваты дети? Я верю, что для каждого, кто причастен к этим злодеяниям, найдется место в аду. И как можно скорее. Все правильно. За что умирают девочки? За что их убивают? Ни за что. Путин начал войну кровопролитную. И вот дети гибнут. Уже погибло больше 121 человека. Я недавно сделал репортаж. И вот девочка могла вырасти спортсменкой, симпатичная, талантливая, гимнасткой. И вот как раз в Мариуполе, где обстрелы ожесточенные, идут бои. Горе родителям такое. Вот такие новости, ребята. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.